всем привет меня зовут анна котова рада вас видеть на своем канале у меня очередной обзор к очередному турецкому сериалу никто не знает давайте подумаем смотреть или нет и чувствую в конце видео полетят меня комментарии негатива ну извините это мое мнение я его не навязываю и мои впечатления после просмотренного ну что поехали хады бакалы али и его младший брат сулейман после трагических событий произошедших с отцом и матерью попадают в детский дом старший брат старался опекать и защищать младшего али отлично видел в темноте уникальный талант ребенка заметили воспитатели которые сообщили о даре мальчика вышестоящие структуры спецслужбы не могут оставить данный факт без внимания и решают забрать талантливого мальчишку из приюта чтобы сделать из него специального турецкого агента разлучая с младшим братом сулейманом и который остается в детском доме совсем один повзрослев али старший брат приезжает в бедный район чтобы разыскать своего младшего брата сулеймана неожиданно в квартиру стучится девушка севдо секса пильная модмуазель просит мужчину укрыть ее и уберечь от опасности али укрывает ее у себя в квартире вскоре между севдо и али возникают разное романтическое влечение и любовные чувства хотя по поцелуем это будет непонятно потому что здесь вы их не увидите так же как из страсти и это правда но женщина хранит множество секретов о которых и и новоиспеченному возлюбленному вскоре приходится узнать вот мой большой жирный первый минус главный герой али друзья какой он агент и спецслужб среднестатистическая внешность трудовика из школы какой сексуальный актер он в каком месте пожалуйста я не хотела смотреть на этого главного героя ему еще и по возрасту не ту девочку далее это совершенно разные были состояние химические понимаете мужчина химически в 40 лет там или сколько ему там 35 36 относятся к женщины совершенно по-другому нежели если бы это был мужчина лет 27 разное состояние а еще и далее актрису молоденькую вообще просто девочку то есть там априори резонанс в химии даже если бы она в жизни хоть какая-то симпатия была а если ее нет уже наблюдать за ними не интересно а тем более с внешностью нашего главного героя это ну очень на любителя прям совсем на любителя главная актриса узгюкая она вообще еще не актриса это молоденькая девочка с шикарными вокальными данными но не актерскими она только начала понимаете в таком возрасте актрисы можно назвать серена сарыкая неслиха натагюль которые с детства в сериалах и фильмах играли и у которых просто опыт бешеный да еще и давайте начнем с того что талант есть в актерском мастерстве а здесь даже как бы и нет да под большим слоем грима несмотря на то что она красивая девушка не знаю почему так сильно и гримировали она конечно производит впечатление такой картинки хорошей такой сладкой картинки и далее главную роль это знаете ты как как ребенок будет учить красиво любить взрослую женщину все-таки зритель турецких сериалов это женщины женщины которые явно понимают что такое красивый брутальный мужчина что такое красивые отношения что такая что такое жертва в конце концов и когда нам показывают неумелую девочку которая показывает как она быстро покорила мужчину и что такое любовь нет я не хочу за ней смотреть я сама ее еще получу если не ошибаюсь то благодаря съемкам этого сериала она встретила свою любовь в лице бурака сердара санала исполняющего в этом же сериале роль пилота младшего брата сулеймана и поэтому когда все смотрели на отношения узги в паре с керем джемом зная что это не правда а жених-то бурак вон рядом бегает второстепенным персонажем и все пропадает ощущение нереальной любви и романтики главные пары сериала и второстепенные пары тоже не веришь как бы хорошо они не старались не изображали второстепенная пара пилот дуйгу тоже не гармония не искры я не поверю что авторитет криминального мира мог заинтересоваться такой девушкой не верю и это правда хотите понять какой девушкой заинтересуется посмотрите бригаду где наша актриса екатерина гусева прекрасно показала характер жены главного авторитета вот это я поверю а вот в эту беззащитную красивую девочку которая всю жизнь ухаживает за родителями если только он ее не выбрал женщины для постоянного рождения детей ну и конечно же моя оценка 3 из 10 только за то что вообще сняли друзья следующее мое такое разочарование и непринятие это когда особенного человека в этом сериале показывает актер который не соответствует но по моему мнению симпатии я не говорю про красоту я говорю про харизму все-таки если ты актер и играешь такие роли а это ответственно от очень ответственные роли особенных людей ты как минимум должен быть харизматичный минимум харизматичный я не говорю про внешние данные про фигуру или еще что-то все-таки ты это очень большая ответственность изображаешь не просто людей а особенных людей в турецком кинематографе на сегодняшний день с такими ролями особенных людей справляются только два человека это рыза наш аличо из сериала чукур и а разбулутые немли который справился с этой роли шикарно в фильме камер чудо в седьмой камере по моему потому что я считаю такие роли надо изображать так чтобы люди симпатизировали таким таким персонажем потому что это очень сильно влияет на общее мнение социальное мнение на наших особенных людей и это правда это мой взгляд это мое мнение самое то главное сюжет очень похож с братьями на сериал внутри где в главных ролях такие маститые актеры турции как чаратай у лусой и а разбулутые немли как зачем уже сделали хорошо один раз зачем делать дабл кто сможет переплюнуть двух турецких сахарочков с шикарными актерскими данными да еще под музыку той гар и шиклы даже бурак асчевит не потянет такой сюжет уже подмяли в наших умах и сердцах братья илмаз это как снять ремейк великолепного века без халиты иргенчи и мерьем узерли это как титаник без дикаприо или кара севдо без бурака асчевита нереальные события чересчур начинает попахивать индийской штамповочкой типа нет сценария айда станцуем и споем и подеремся сразу с десятью людьми причем в таких прыжках что даже олимпийские гимнасты позавидуют и плюс сцены танца худо верди урава играл ферди куртулду я не знаю как мягко сказать это вам не аличу из чкура мое мнение что не надо ставить на роли особенных людей актера который внешне и внутренне не впечатляет харизмой такие роли они очень ответственные я уже об этом говорила актер сыгравшие пилота бурак сердар санал в роли младшего брата сулеймана понравился очень живенький веселенький получился не то что в сериале сердце ветра там он совсем опечаленный парниша в образе смотрящего вдали уходящий в думы глубокие мальчика молодого если кто-то смотрит и ждет страсти и хотя бы два-три смачных поцелуя забудьте не смотрите все главные герои целуют своих любимых женщин исключительно в лоб и щеку видимо весь акцент хотели увести на драки спасение и интриги не получилось все стало смахивать на индийское кино один худенький но бородатый мужчина раскидывает в драке от от четырех здоровых мужиков не меньше его удары настолько велики что отбрасывает как волной от ядерного взрыва хорошо но если такой горячий турецкий мачу драчу виртуоз то как минимум после такой драки но далеко не в щечку целуют свою женщину чего греха то и такой адреналин и великое ощущение я самец я могу и потом кидаться на колени перед девушкой чтобы замуж вышла а второй братишка али как только момент губы в губы так в дверь кто-то стучится или еще чего случается в итоге сплошные обнимашки запороли сериал актеры особенно тем что начали встречаться в жизни но не с той парой которая была прописана по сценарию деньги на ветер до свидания высокий рейтинг друзья я не буду рекомендовать этот сериал для просмотра так как я считаю что вы потратите время и каких-то впечатлений любовных острых там от перестрелок и так далее вы не получите если хотите посмотреть красивую любовь посмотрите постучить свою дверь кара сэвда и многие другие если про мафию хотите чукур внутри это все намного лучше хотя смотрела отзывы по интернету и многие даже пересматривали несколько раз этот сериал а кто-то наоборот не согласен со мной очень много недовольных у меня в тик токе по поводу моего мнения это мое мнение и что лучше смотреть конечно же выбирать вам но я не я бы не стала тратить время столько сериалов классных если кто-то очень сильно не согласен с моим мнением то пожалуйста напишите в чем кайф то есть где какая-то или красота или какая-то супер актерская игра вами ну хотя я объективно смотрела а после просмотренных многих сериалов и про мафию про любовь и оценила с этой точки зрения но на вкус и цвет как говорится любви вам просмотра самых лучших красивых сериалов турецких и до следующего обзора со мной с анной котовой ну все пока пока гюле гюле